И потом, когда мы доходим до 28 стиха, мы опять видим о Бхагаван. Кришна ступ, Бхагаван своя. И даже не просто Бхагаван, но изначальный Бхагаван. Из-за того, что это слово Бхагаван должно иметь одинаковый смысл, мы сразу же просто элементарны... То есть это элементарные мимамсы. Мимамсы — это отдельная школа ведической философии. Это то, что мы сейчас обсуждаем, это просто первый класс мимамсы. Мы просто логически приходим к заключению, что Бхагаван, который описан, который принял облик Пуруша, — это именно тот Бхагаван, который далее суток Госвами описывает как Кришну и Раму, в одном облачении, и потом как Господа Кришну. Это одна и та же личность. То есть это доказательство того, что еще до творения Господь принял облик Магавишну, Господа Нарайаны, который возлежит на причинных водах, и этот Господь — это сам Господь Кришна, никто иной, Бхагаван своя. Тогда как все другие аватары в этой же главе Афисана в 5 стихе, 1-3-5, описано, что Господь Гарбуда Акаша и Вишну, то есть второй Пуруша, — это прибежище всех аватар. «Нана аватара нам, мидга нам, биджама». То есть он — источник семян всех аватар и их прибежища. То есть другими словами, все аватары, которые приходят в этот мир, лилы аватары, все аватары, которые приходят в этот мир, они приходят сюда как экспансии уже Гарбуда Акаша и Вишну. То есть Господа, который в свою очередь изошел из Господа Кришны через несколько таких этапов. То есть это не Верховная Личность Бога в своем изначале.